30 июня 2023 год. Слушайте, необходимое ранее некоторое пояснение. Смотрите, я сержант вооруженных сил Украины. Меня с 2014 года буквально пугают всякими категрафами. Сейчас еще и вагнерами. То есть, когда вагнера появились, это вообще страшно, страшно должно быть. Ну, то есть, пытаются допугать. Но, как вы понимаете, давеча мы все стали свидетелями того, как во главе с Пригожиным вагнера ломанулись захвата поход на Москву совершать, а Кадыровы, не менее страшные, ломанулись эту Москву спасать. То есть, я как бы хочу вам объяснить, что, понимаете, если у вас создалось впечатление, что мы украинцы, ну, россиянам обращаюсь, если у вас создалось впечатление, что мы боимся того, что вагнеровцы захватят Москву, а кадыровцы им не будут в состоянии помешать или там, наоборот, будут им способствовать, поспособствуют в этом замечательном движении, то у вас, честно говоря, то есть, если вы думаете, что мы этого боитесь, то у вас совершенно приоритное представление о наших украинских фобиях, серьезно. То есть, вы же, ну, как бы, напугать нас, пытаетесь, а не рассмешить, да, то есть, может, у вас, конечно, идея такая, чтобы мы умерли от смеха, и, ну, я, конечно, был близок к этому, когда я узнал, что там с Ростова на Москву 700 километров за день вагнера прошли, сбивая попутно российские самолеты и вертолеты, а кадыровцы ломанулись им, то ли помогать, то ли препятствовать, да застряли в пробке, я, в общем-то, к фатальному исходу был близок. Как-то пересматривайте свои пугалки, а то как-то, ну, чем дальше, тем смешнее. 14-го кадыровцы пугали, теперь вагнера еще присоединились, а пока только смешнее и смешнее.